Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Право на жизнь человека подчеркивается как важнейшее из прав. Поэтому человек в истории звучит все-таки громко, звучит гордо. Это человек. И особенность конкурса, в котором, ну что вы такое, три года. Наверное, педагоги нас поправят. Как я только пришла в правозащиту, мы уже проводили эти конкурсы, где только не проводили вручение, да. Вот особенности этого конкурса состоят в том, что в нем нужно посмотреть просто на человека. Для кого-то он просто человек, а для тех, кто пишет, это близкий. Это человек, который из соседнего подъезда. Это близкий родственник, это собственный дедушка, это бабушка, это учитель, это просто земляк. Это человек, который вам интересен и близок. Вы знаете, сначала этому положил мемориал, но рано или поздно так было дано случиться, что люди оценят именно такой подход к истории через человека. И оценили. Вот то, что сегодня происходит с бессмертным полком, это как раз и есть человек в истории. На первый план выходит не победа, не глянцевые герои, которые действительно герои, и мы ими гордимся и восхищаемся, а собственные герои, которые есть у каждого из нас в собственной семье. И вот сегодня, мне кажется, искренне хотелось бы сказать мемориалу, что вот то, что делалось человек в истории, долго, серьезно, трудно, не всегда удачно, и не всегда сегодня даже кем-то воспринимаемо, это вот люди приняли, и я вижу по бессмертному полку, она говорит, ну согласитесь, это то же самое. Человека мы берем в нашем конкурсе родного. И вот то же самое делают люди. Поэтому спасибо всем победителям, спасибо тем педагогам, которые ведут эту тему. И я думаю, что те, кто, может быть, не получил каких-то наград, это не самое важное. Самое важное – это то, что вы все-таки работали над очень глубоким, очень важным материалом. Материалом, который не всегда написан и не всегда есть в архивах. Он есть в памяти. Уходят люди, и надо эту память сохранить. История 20 века, она была потрясающе трудной в судьбах России, но ее делали люди. И поэтому то, что сегодня делается, ее надо хранить. И то, что вы делаете, это навсегда останется где-то написано. Тем более сейчас, когда появился цифровой вариант памяти. Оно и бумажному, я ему доверяю, варианту. Но цифровому, говорят, можно верить векам. Поэтому я за то, чтобы вы приступали к наградам. Я за то, чтобы порадоваться вместе с вами каким-то победам. Ну и за то, чтобы те, кто еще имеет шанс, не одиннадцатиклассники, участвовали и писали историю. И в следующие годы, по сути, историю пишут те, кто ее делает. Но так получилось, что не всегда все имена и все события оказывались в учебниках, в архивах, в каких-то музеях. То, что сделали вы, это неоценимо для истории. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И вот выступление Татьяны Георгиевны меня тоже навело на некоторые размышления, которыми я очень хочу все-таки с вами поделиться. Да, действительно, наш конкурс имеет отличие от всех других тем, что мы собираем историю повседневности. Вот какова жизнь, вот такова и история. Поэтому нам действительно не нужны обязательно глянцевые герои. И ведь кто такой человек в истории? Это вот тот, кто рядом с вами, и тот, кто далеко от вас. Мы сегодня посмотрим Сахаровый фильм. Это «Человек на все времена», так фильм называется. Но он тоже человек в истории. И каждый из нас со своим маленьким, может быть, делом, но на самом деле это кажется, что оно маленькое. Мы тоже, каждый из нас человек в истории. И еще хочу сказать, что следующий год, он особенный, он отмечен какими-то историческими датами и какими-то масштабными ретроспективами. Вот так и тянет заглянуть в прошлое и сделать из него выводы, то есть извлечь уроки из истории. Следующий год — это годовщина глобальных потрясений и катастроф. И вот это предмет нашего изучения должен быть. Это годовщина 1917 года с февральской революции, с октябрьской революции, которую многие уже склонны называть переворотом. Кстати, тут юные сидящие, может, даже и не знают об этих событиях. И это годовщина одной очень горькой страницы в нашей истории. Это годовщина Большого террора. Начало Большого террора 1937 года. И вот на следующий год центральной номинацией для нас будет обязательно в прикосновении к этим датам. Ну, особенно, конечно, ко второй, потому что она просто ближе. И еще хотелось бы сказать. Вот мы находимся в Дельцин-центре, который так или иначе посвящен новой России. Новая Россия — это 90-е годы. О них любят говорить лихие 90-е. У меня другое впечатление о них. Ну, пусть будет у каждого свое. Вот очень хотелось бы вообще понять 90-е годы, можно только заглянув в более дальнюю историю. Чтобы вот понять мое чувство радости в 90-х годах, нужно понять, какая была перед этим история. и как-то, знаете, сделать выводы из какого-то прошлого. И поэтому вот я вам предлагаю еще одну тему. Тоже это отдельная номинация, которую, я так думаю, поддержит музей в Ельцин-центре и сам Ельцин-центр, потому что мы говорили об этом. «Моя семья в 90-е годы». Вот просто взять какой-то там рассказ, интервью, впечатление, какие-то рассказы о том, что было, какая была жизнь, какая она была до 90-го года, какая она стала после 90-го года. Вот простые жизненные рассказы. Так что за лето вы можете вот собирать вот это или, хорошо, если вы заглянете в историю своей семьи, и когда вы прикасаетесь, вот, кстати, к войне, вы знаете, очень многие о войне, очень многие прислали в прошлом году, тем более он был юбилейный год по отношению к победе, прислали многие свои работы о войне. Но это была война, где просто гордились победой, орденами, прославляли своих героических дедушек, иногда бабушек тоже. Вот. Но, вы знаете, очень мало было работ о тех, кто не вернулся с войны, о тех, кто пропал без вести. Вот как-то, знаете, это цена победы, а у нас есть такая номинация в нашем конкурсе, она так и называется, цена победы. Вот это как-то осталось немножко в стороне нашего сознания. Поэтому очень хочется, чтобы вы и на это тоже обратили внимание. Знаете, вот Шекспир писал трагедии и комедии. Вот понимаете, почему это? Потому что, если ты не заглянешь в страшную, темную сторону жизни, ты не поймешь по-настоящему, что в жизни надо ценить. Да? У тебя не будет меры ценности. Поэтому темные страницы, они нужны для того, чтобы больше ценить свет, добро, жизнь. Вообще, что такое самая большая ценность? Вот что самая большая ценность? Семья. Ну вот, наш конкурс этому посвящен. Еще что? Жизнь. И он тоже этому посвящен. Как Зощенко сказал, вот что прекраснее всего из того, что я в жизни оставил. Первое – солнечный свет, второе – искусство и разум. Ну, это то, что находится внутри человека, да? Искусство, он воспринимает, он его творит, и разум, ну, я бы сказала, еще и совесть, да? Вот. Это вот маленькое такое напутствие. Вот. И сейчас, я думаю, что мы можем уже попросить, чтобы нам включили фильм. Ребята, некоторым, может быть, немножко сложновато будет его смотреть, потому что этот фильм все-таки для почти взрослых людей. Но я думаю, что у многих такие, даже у самых маленьких ростом ребят, такие умные лица, что я думаю, что они внимательно это посмотрят, и что-то наверняка останется в душе. Вот. Вообще-то наш конкурс для старшеклассников, но, вы знаете, не могу не радоваться тому, что все больше и больше людей с какого-то маленького уже возраста привлекаются к нему. И, знаете, у нас есть даже хорошие образцы, когда человек участвует уже сколько, там, пять или семь лет в конкурсе, буквально с первого или там, с третьего класса. И у нас даже есть такие в этом году призеры. Вот. Спасибо большое. И я попрошу уже начать фильм. Спасибо. Спасибо. Москва. 14 декабря 1989 года. Скончался академик Андрей Сахаров. Спасибо. Я родился в 1921 году в Москве. Мой отец известный преподаватель физики. Влияние семьи на меня было особенно большим, так как я часть школьных лет учился дома. Физический факультет Московского университета закончил в 1942 году. В сентябре 1942 года направлен на большой завод на Волге, где работал инженером-изобретателем. Там Сахаров женился, через 15 лет обдавил, от первого брака осталось трое детей. Написал несколько статей по теоретической физике и направил в Москву. С 1945 года я аспирант физического института Академии наук. Моим руководителем был Игорь Тамн, впоследствии Нобелевский лауреат по физике. В те дни, когда Сахарову было вручено удостоверение аспиранта, президент Троман сообщил Сталину о создании сверхоружия. Много позже Сахаров вспоминал. В 1949 году меня включили в группу по разработке термоядерного оружия. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил сначала в Москве, потом в секретном центре, который между собой все называли объект. В западной печати меня часто называют отцом водородной бомбы. Шефом атомного проекта был Лаврентий Берия, хозяин ГУЛАГа. Сахаров, как и другие физики объекта, работал вместе с заключенными, населявшими огромный архипелаг ГУЛАГ. Их руками создавалась ядерная мощь России. В августе 1953 года в Советском Союзе была взорвана первая в мире водородная бомба. Сталин не дожил до этого триумфа. Когда он умер, вспоминал Сахаров, я написал жене. Нахожусь под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности. Очень скоро я вспоминал эти слова с краской на щеках. В правительственном сообщении ими создателей. Эта воронка от того самого взрыва диаметром около двухсот метров. Дети, родившиеся в зоне испытаний через много лет после взрыва. Мы не знаем, бомб были виной этой трагедии. Начиная с 1957 года, вспоминал Сахаров, я ощутил в себе ответственность за проблему радиоактивного заражения при ядерных испытаниях. До Москвы эхо взрывов не доносилось. В том году, когда Сахаров в одиночку начал свою борьбу за запрещение ядерных испытаний, в Москве проходил всенирный фестиваль молодежи и студентов. Каждая мегатонна мощности ядерного взрыва влечет за собой тысячи безвестных жертв, писал Сахаров. Приводит к увеличению частоты заболеваний и врожденных уродств. А ведь каждая серия испытаний – это десятки мегатонн, то есть десятки тысяч жертв во всем мире. В том числе и тех, чьими телами выложена эта антиядерная символика. Во время традиционной встречи советского правительства с ведущими учеными в Кремле выясняется, что предстоит новая серия ядерных испытаний. Сахаров крайне встревожен. Это приведет к новому витку гонки вооружений. Он тут же пишет записку Хрущеву. Он ее положил в карманчик вот такой. Я прочитал, но не ответил на нее. Вместо того, что он произнес получасовую речь, в которой он дискутировал со мной. Хрущев сказал примерно следующее. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам, специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику с позиции силы. Но это должно быть так. Я был бы последний слюнтяй, а не глава правительства, если бы слушался таких, как Сахаров. Но Сахаров продолжал настаивать. Единственный среди всех советских ученых. И вот в 1963 году был подписан московский договор о запрещении ядерных испытаний. Важнейший принцип, который сформулирован был во всеобщей декларации прав человека, принцип заключается в том, что никакие действия, связанные с убеждениями, если они не сопряжены с насилием и с призывом к насилию, не могут служить предметом уголовного преследования. Должны представить свою... Он вновь и вновь поднимается на трибуну, в словом хочет успеть сказать все, что продумал за четверть века. Он впервые говорит со всем народом. Я хочу сказать, что я лично от всей души поддерживаю политику перестройки, начатую по инициативе товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Сахаров торопил с переменами. Он считал, что руководство затягивает их, подталкивает страну к краю пропасти. Правительство шло по пути реформ, предложенных Сахаровым 20 лет назад. Но время было упущено. Теперь он предлагал радикальные меры и вновь большинство не захотело услышать его. Захлопывая, не хотели слушать. Заявляю, что это клевета и ложь на наших солдат, на честь нашего народа и нашей советской армии. Товарищ академик, вы своим одним поступком перечеркнули всю твою деятельность. Вы принесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали свою жизнь. И я приношу всеобщее предвление вам. Стыдно должно быть. Ложили сном все за. Неужели опять полное единодушие? Неужели и сегодня справедливая мысль, высказанная Сахаровым 20 лет назад? Советский человек, порождение тоталитарной системы и до поры до времени его главный упор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В течение 30 лет Сахаров готовил основы для кардинальных изменений политической системы в Советском Союзе. Андрей Сахаров мечтал о переменах и все делал ради того, чтобы изменить страну и весь мир. Он оставался верен себе до последнего часа. Официальный некролог лгал, перечисляя правительственные награды Сахарова. Он заявил, что не примет наград, которых был лишен, до тех пор, пока в Советском Союзе не будут восстановлены в правах все узники совести. Он оставил нам проект альтернативной конституции, над которым работал до последнего дня. Вот ее рукописный текст. Цель народа и его органов власти – счастливая, полные смыслы жизни, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для всех граждан страны, для всех людей на земле. Страна прощалась с Андреем Сахаровым. Весь мир может убедиться. Народ распрямился, стал другим. Как хочется верить, что его уже не поставят на колену. Это единственная съемка в Горьком, снятая нескрытой камерой. Перед Новым годом они сидели вдвоем у маленькой елки. И Елена Бонар сняла обращение Сахарова из Горьковского далека. Он говорил для своих близких, а получилось для всех нас. Какая-то глубокая нас поразили. С Новым годом! С Новым счастьем! Я всех люблю, всех очень люблю. С Новым годом! С Новым годом! Вот, дорогие друзья, такой небольшой и очень объемный фильм, который заставляет нас задуматься о многом, о многом прошлом и о многом будущем. Он как бы стоит в серединке и заставляет нас сделать такую проекцию в будущее. Он явно нас побуждает к размышлениям. Сейчас мы попрощаемся с Татьяной Георгиевной, которая развеяла с нами удовольствием посмотреть фильм о Сахаре. Спасибо вам большое! Ну, а мы с вами переходим к торжественной части. И я тут очень-очень сильно волнуюсь, потому что участников конкурса было, ну, примерно в три раза больше, чем здесь присутствует. А времени, чтобы свести концы с концами, было очень-очень мало. И, знаете, прошу заранее прощения за какие-то ошибки, за какие-то неточности, за то, что... Ну, в общем, короче, пожалуйста, не бейте меня. Вот. Да, они исправимы абсолютно. Вот. Я думаю, что никто не уйдет отсюда без подарка. Итак, я хотела бы сначала, чтобы перед первым туром награждения, вот я хочу, чтобы вы немножко познакомились с теми, кого я вот лично считаю, ну, человеком в истории. Потому что за каждым из тех, с кем я вас хочу познакомить, ну, многих из вас, стоит своя история. Вот первое я хочу дать слово Наталье Ивановне Тагильцевой, которая в своей общественной работе, а вот, знаете, это особая порода людей, которые занимаются общественной работой. Вот она в общественной работе защищает права беженцев, иммигрантов. Вы знаете, в России и раньше, и особенно вот сейчас, стали огромные массы перемещаться людей, да? И сюда кто-то приезжает, и кто-то меняет какие-то свои места. И вот это все сопряжено с огромными проблемами и иногда с большими сложностями для самих людей. Вот это то, чем занимается Наталья Ивановна. Спасибо. Спасибо за такие слова. Ну, я-то хотела сказать, я очень счастлива увидеть вас здесь. И, честно говоря, преклоняюсь и восхищаюсь перед вот вами, потому что вы делаете такую работу. Не знаю, если бы, я бы очень гордилась, если бы мне эта идея пришла в голову, чтобы вот такой конкурс привести «Человек в истории России 20-й лет». И спасибо вам за то, что вы это делаете, спасаете вот эту историю повседневности, узнаете от своих родных. Вот. Что-то я очень сильно на меня подействовал. Фильм, который я и раньше смотрела, но сейчас смотрела другими глазами, потому что какое-то время прошло, и уже кое-что изменилось в нашей стране. И, ну, хочу поделиться немножко этими чувствами, потому что они вот сиюминутные. Я себя поймала на том, что у меня не хватит ни мужества, ни сил вот так противостоять, ну, как вот Андрей Дмитриевич Сахаров. Потому что от благополучного своего существования, да, обласканного властью, отказаться от всего, когда увидел, какая трагедия происходит в судьбах людей от этих взрывов, от ядерной возможной катастрофы. Но я хочу сказать, что все равно для меня самое главное, вот вы называли, что главное для вас, для меня, кроме всего прочего, еще сохранить чувство собственного достоинства. Потому что без него жить потом очень трудно, если ты его кому-то отдал. То есть жизнь у тебя могут отнять, а достоинства ты отдаешь сам. Вот у меня такая... Такая мысль. И хочу перейти к другому, к изречению другого нашего известного соотечественника, Служеницына, когда он написал «Жизнь не по лжи». Вот это, пожалуй, важно. Жизнь не по лжи. Я, по-моему, так сказала. И это уже может каждый, по-моему. Потому что противостоять трудно тому, что тебе говорят, вот ты должен проголосовать, да, вот допустим. Ну, просто вот такое бытовое явление, а ты не согласен с этим. Ну, надо удержаться и не поднять руку. Вот это как раз жить не по лжи. Ну, и так в дальнейшем. Я не буду, вы сами понимаете, что это такое. Мне кажется, это... Каждый из нас это мог бы, немножко поработав над собой, над своей совестью, над своим мировоззрением. И вот этим, не такими поступками очень мощными, ну, вот как сахаров, потому что, ну, это очень сложно. Перебороть, встать перед всем миром и заявить то, чему сопротивляются все твои соотечественники, как бы осуждают тебя. А вот так, каждый день что-то делать такое, что по совести, по чести, по достоинству, собственно, мне кажется, это может каждый. И я вот считаю, что вы как раз на пути к этому. И дай вам Бог сохранить вот эту силу духа, желание изучать историю человека, который рядом с тобой находится. Наверняка вы узнали очень много, кто вот исследовал жизнь своих родных. и еще, мне кажется, от этого такой восторг испытываешь, когда видишь перед собой человека, ты его воспринимаешь, ну, не узнав его историю, воспринимаешь, ну, как-то вот по-своему, и вдруг узнаешь такое о нем, когда он начинает рассказывать. Я не знаю, вот испытывали ли вы это, ну, я смотрю на этого человека, думаю, а я могла его не спросить про то, ну, про его жизнь. И вдруг я узнаю такое, что мне потом в дальнейшем помогает преодолеть какие-то трудности. Наверняка в жизни каждого вот есть испытания, и ты выбираешь себе какого-то героя, который поможет тебе их преодолеть. У меня вот несколько таких ступеней было, наверное, у вас так и так же, да? Поэтому очень важно иметь таких людей, знать о них, писать и сохранять их судьбу для истории. Спасибо вам большое за это. От этого, возможно, зависит судьба человека, который рядом с вами находится. Вот еще об осторожности и ответственности за свои слова и поступки. Все. А вот, ну, ты далеко не уйдешь, так что можешь пока расслабиться. А сейчас я хочу сюда пригласить самых-самых юных участников нашего конкурса. Многие написали о бабушках и дедушках, которые воевали, и, то есть, извините, о прадедушках и прабабушках, которые воевали или трудились в годы войны. И вот все, кто моложе шестого класса, пожалуйста, выйдите сюда. Мы хотим на вас посмотреть. Ну-ка, ну-ка. Так, это те, кто участвовали в конкурсе. А там еще есть, наверное, те, которые будут, наверное, участвовать в конкурсе, да? Отлично. Вот, Наталья Ивановна, я хочу... Кто-то прячется, да? Боится участвовать в конкурсе. Они участвовали, тоже можно выкатывать? А? Вы знаете, пусть и те, кто хочет участвовать, тоже пусть выйдут сюда. Да, я думаю, что они обязательно поучаствуют в конкурсе. Ну, да, никого, никого ни к чему не принуждаем. Это наш закон. Так, Наталья Ивановна, пожалуйста, вручите наши маленькие подарки для летнего творчества ребятам. Ну, да, вот, ну, на, включай. И, вот, да, это для кишекебинета, а это на улице. Да. Так, ассистировать надо, да? Грамоты вам тоже будут, но их сейчас сложно искать, и это займет просто очень много времени. Ну... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, ну, дайте... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ